Есть такое мероприятие, должно было проходить. Как? Алекс Весли. Нет, не понял. Кандидат в президенты. Вот, он выдвинул свою кандидатуру. Ну, как бы, собрать он должен был народ. Вы не за кого? Вы просто... Вы всегда присоединитесь. Вы сами по себе. И что, куда мы, куда водеете? Вот, вот у нас есть ребята готовы уже на все, на все согласны. Готовы на все. Готовы стать такими же волонтерами, как вы, собственно. Вы из какой газеты? Не из газеты, мы просто видеоблог. Видеоблог. Да. Мы подозреваем, что он внутри, но нас туда не пускают. А как его поувидеть-то вообще реально, нет? Когда я стану президентом России, я легализую гаремы. У каждого россиянина будет такой музыкальный инструмент. Повышать настроение и работоспособность. Голосуй за Алекса Лэс. Здравствуйте, вы видите? Почему мне работать сегодня? Просто идите на кристалл. Лидеются телевизионщики. Какие-то подходят к людям, берут интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете камеру? Знаете, что такое хайп? Да. Вот мы его пытаемся поймать. Ага, как? Что-то заснять такое неординарное такое, знаете, что вызвало общественную бурю эмоций. Так, ну там у нас, по-моему, виденец 75-й павильон. Сейчас мы держим путь туда. Должна встреча состоится с Алексом Весли. На сайте в группе «Алекса Весли» бывает информация, что собрание состоится возле 75-го павильона. Пять часов вечера. Ха-ха-ха, здорово. Часик радости, мерочек сладости. Привет, знакомься. Это Влад, мой, значит, сосед. Понял, понял. И друг. А это Андрей. Да. Ну, короче, мы сейчас посмотрим, есть там ли кто. По-моему, там вообще движения никакого нет, слышали. Алекс Весли, знаете такого? Кого? Весли. Нет. Просто встреча здесь назначена была, сказал в 5 часов утра, ну, вечера подойти. А, вы еще не знаете. А кто это? Да, это есть там один чувак. Кандидат в президенты. Здорово, как вам, вы что куда? Вы за Собчак? Вы за Собчак? А у меня? А я что? Давай, давай, я буду. По свистению Алекса Весли. Павел Будмам действует. Ладненько, короче, мы здесь облажались и ничего не нашли. Алекс Весли не появился в этом месте. Алкоголизм, да. Как из этого здесь жить? Как страна должна процветать, если вокруг такая молодежь, которая пьет, курит и наркоманит? Да ладно. Долгосуйте за Павла Бобедна. За Павла Бобедна. Ваша программа минимум. Что вы хотите сделать, если в ближайшее будущее вы станете президентом, например? Во-первых, в первую очередь. А что отмените? Легализовать марихуану. Так. В первую очередь. Чтобы алкоголь продавали до 18 лет. Так. До 18 лет, после уже не надо? Вот. И в принципе, чтобы везде была туза, чтобы можно было потусить. А не как здесь. Вы посмотрите, это же просто серая масса какая-то. Как здесь жить? Просто смотришь на это и нагоняет просто депрессию максимальную. Да. Да. Где здесь ветка? Я хочу повеситься. Вот так вот гуляем по павильонам. Здесь идем, короче, где павильон у нас в России находится. Музей. Павильончик уже почти дошли. Тут никого нету, походу. Не хочется, ребята, а здесь это? А? Тут собрание должно быть. Алекс Ауэсер, не знаете? Да. Там народу много мест не хватило. А, туда внутри нас заходить, да? Да. Ну, поэтому здесь нас не пустят. А как туда попасть? Нас не пустят туда уже. Нереально, да, попасть? А сколько там человек туда попало? В курсак, да? Вы можете сейчас это самое. Ну, это из какой газеты? Не из газеты, мы просто Видеоблог. Видеоблог. Да, интервью люди. Давайте все вместе, как бы одно комьюнити. Про Алекс Лесли. Да, да. А сам где? Вы представители его, да? Сам Алекс Лесли. Да, да. Мы подозреваем, что он внутри, а у нас туда не пускают просто. А как его увидеть-то вообще реально нет? Ну, смотрите, здесь то, что организовали не очень хорошо, как бы, тех организаторы. И мест всем не хватило. Мы сейчас ждем. Сам Алекс Лесли. Он сейчас рассказывает. Владимир Владимирович. Он презентует как своего преемника для, ну, всех людей, для народа. Ага. Вот. Но все не могут туда сейчас попеститься. Нам сказали, подождите, сейчас люди... А сколько там человек для интереса? Ой, по подсчетам, примерно, я думаю, что сюда проведется тысяч пять лет. На самом деле, я не знаю сколько. Не говоря про информацию. Да. Я, допустим, представителя переселенцев в Россию. Угу. Я хочу жить в той стране, в которой управлять Алекс Лесли. Вот, и поэтому, ну, я не выполняю. У него программа, программа хотелось... Программу знаете какую-то? Какая-то программа минимум? Ну, хотя бы какая-то. Да, да. Вы понимаете, есть программа. Просто, чтобы Россия увеличилась, потому что... Смотрите... Размножаться, короче. Всем размножаться. Да. За то, что там, возраст коммунистический. За то, что все, как там, вверху, руки к вверху... Ну, в Китае полтора миллиарда, а у нас всего 160 рублей. Ну, куда? Куда? За столько молодых людей. Нет, поэтому... Не, ну, главное там, чтобы медицина была, там, допустим, бесплатная, там, соответственно, зарплаты, да, чтобы повысили... Медицина бесплатная, а элементы платят государству. А, ну да, да, отлично. Поэтому, вот, мы ждем, хотим узнать еще больше... Вы соратники, как бы, его, да, получается? Да, мы представители председательских городов, штабов. Даже страны. То есть попасть туда вот так вот нереально. Я хотел бы, конечно, сам лично заснять, да, там, ну, чтобы... Ну, может, пару вопросов. Мы будем ждать, мы надеемся, наверное. Это тоже иностранство. А сколько будет по времени идти? Ну, вообще, это непонятно. Алексласий любит рассказывать, он философ, ученый. Можно? И его речь может немножко затянуться. Ну, мы это все понимаем, поэтому не ждем. Понятно. А кто там еще присутствует из-за его гарема? Трачников. Настя Рыб. Настя Рыб. Трава. Ну, будет пример Владимир Владимирович. Я не знаю, кто по должности, Андрей Покет. И я надеюсь, там будет все здорово стараться. Да. Чтобы не было врагов и не было войны. Что-то сделать. Да. Согласен. Ну, все. Спасибо, ребята. Это из Греции, друзья, да? Да, из Греции. Понятно, тоже приехали, да? Хотели попасть? Можно спросить, собственно. Вот есть раз. Почему нет? Они закрыты сейчас. Давайте попробуем. Зайдем. Добрый день. А вот можно вот мероприятие в собрании здесь проходит, которое Алексе Лосе? Попасть туда. Извините, а вот сейчас ЗАНИ закрывается в 9, а почему сейчас 6 часов и сейчас сказали, что закрыта она? Мне на входе проспросила охрана, сказали, что она сейчас работает только на выход. Ну, на выход с мероприятия люди уходят, а так мы не работаем. А мероприятие проходит вообще какое-то? Ну, оно закончилось. Закончилось? То есть вообще нету, все закончили мероприятия, все. То есть в данный момент нету там никого? Все, спасибо. Там, говорят, мероприятие ребята закрылось уже. Уже говорит. Вы не Максим? Не, не, не. И Андрей. Блин, Андрей Вудман. Мы ждали здесь такое собрание. Собирается Алекс Весель, Алекс Весель, Алекс Весель. Собрание сказал, что сегодня должен здесь проводить мероприятие. Кандидат президента Алексе Весель. Он должен был, вы сказали здесь, в этом появлении. Не было мероприятия такого, да? Я не слышал. Пожалуйста, вы едите отсюда. Павильон закрыт сегодня, не работает. Сегодня не работает, да? Как он мог я не проходить? Пожалуйста, вы едите. Павильон закрыт. По техническим причинам, к администрации, вопросы задавайте администрацию. Задача здесь, просто чтобы вы освободили павильон. Хорошо. Хочу вердить вынести. Похоже на разводку. Похоже на развод, реально. Потому что администрация в первых не курсе, да? Мы ничего не видим похожего на то, что было похоже на Алекса Леса. Да вообще ничего, абсолютно. Никаких даже лозунгов. Администрация, наверное, как кто меня пригласил сюда из администрации, просто меня сейчас не отвечает. Ага. Я не знаю. А у тех ребят спросить, они уходят? Может они каким-то боком? Они, по-моему, мне кажется, просто работники. Они, видите, мужа. Нет, нет, они говорят, никаких мероприятий не проходят. Вот сам сообщил только, что охранник. Что жили на этап? Не пускай туда, все. Дорога туда уже, все. Да. Администрация сказала, что строительство закрыто, поэтому мы не знаем, что делать. Эти люди сказали, что мы можем оставить здесь. Я не знаю. Окей. Ты сказал, что все закрыты, да? Да, закрыты. Понятно. Так что мы можем в океанариум пойти, сообщим, что пусть они погреются в океанариум. При том, что работает Денис. В Москву. Мы были там. Мы были там. Мы приехали там. А, вы были там? Мы были там. Это был наш последний музей для сегодня. А, понятно. То есть они там были уже? Да, да. Мы видели. Ладно, что помните, блин, походу все равно как... Из-за нашего страны. Но я не знаю, что случилось, что случилось? Что случилось с вашим президентом? А, есть много интересных историй. Пока да. Там, по-моему, 4 марта будет выбор, да, у нас? В следующем году. А, 18-го. Я думаю, что я могу. Вот так вот, ребята, нас, короче, оттуда попросили выйти, поскольку там, типа, никаких мероприятий не проходят сегодня. Ладно, всех благ, до свидания, ребята. Всего хорошего. Да. Всем пока. Давайте. Андрей, еще раз, как вас... Андрей, Вудман. Ну, может, в Ютубе набрать сразу. Сейчас, одну секунду, я просто что-то нашел, почти нашел. Сейчас. Андрей Гудман? Да, В, 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 В. А, Вудман. Ну да, режиссер есть такой, скандальный. Я просто там... Есть моменты кое-какие тоже. Ролики там освещаем, разнообразные темы. Все, ладно, ребята, пока тогда. Было приятно познакомиться. Надеюсь, что еще в группе, там, где-нибудь спишемся. Может быть, там... Сделал какой-то очередной прикол по поводу... Как вы помните, что в свое время умер резко? А! Прикольно охуенно. И спустя год он воскрес. Может быть, это что-то похожее на это? Не, ну, не год прошел, чуть поменьше, конечно. Уже больше, уже больше прошло. Вот у него год был, они... Они в точка G, музей точка G, они встречались со своими соратниками. Там, у них было, как раз, посвящено вот это событие, то, что он воскрес. Да, можешь в Ютубе посмотреть. Женя, ребят! Волонтеры Победы! А? Волонтеры Победы! Это, не, а за кого, за кого? За Навального? За кого. Вы не за кого? Вы просто... Вы сами по себе. И что, куда вы, куда вы едете? Поехали. Вот, вот у нас есть ребята готовы уже на все, на все согласны. Готовы на все. Готовы стать такими же волонтерами, как вы, собственно. Присоединиться в команду, стать одним залом, одной большей семьей. И куда вы дальше поддержите? А, ну вот, прогуляйтесь как раз вместе. Наверное, вам пора составить компанию, потому что у меня тоже друг хочет записаться в волонтеры. Мы так любим наш город, нашу страну, надо ее поддерживать. Да. А может, вы, пожалуйста, заберем, потому что волонтеры устали, нам нужно даже поесть. Но он вам составит компанию. И накормим, и напоим. Так, мы идем, короче, по велон космос. Здесь впереди у нас виднеются телевизионщики. Какие-то подходят к людям, берут интервью. Да, давайте вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете камеру брать? Можем, можем. Центр развития творчества русского языка употреблял 10 самых популярных слов в 2017. Вот мы, собственно, подходим к Ресиену и узнаем, знает ли, что это значит. Итак, первое место заняло слово «Реновация». Знаете ли, что такое? Ну, что-то да, такое знакомое очень. Еще связано с новизной, реконструкцией, там, что-то такое. Да, все верно. Она масштабно коснулась Москочей. Вы знаете, что такое хайп? Да. Вот мы его пытаемся поймать. Ага. Как? Что-то заснять такое, неординарное такое, знаете, очень. Ну, что, в общем-то, вызвало общественную бурю, как бы, эмоции, там, соответственно, внимание. Фейк. Ну, фейк – это липовая какая-то ерунда. Допинг. Допинг-контроль. Нас обвиняет нашу российскую, как говорится, олимпийскую олимпиаду во всех этих грехах, то, что использовали допинг и все такое. Криптовалюта. Какая? Криптовалюта. Нет, этого не могу сказать. Баттл. Ну, это вот такое модное сейчас шоу, там, рэперы там между собой строят. Безвиз. Безвиз. Ну, безвизовый режим, наверное. Все верно, все, спасибо большое. Пожалуйста. Это что у вас за телевидение? Да, это НТВ, итоги дня программы. Да? Да. У нас подборка просто просит. Понял, спасибо. Всего хорошего, удачи. Спасибо. Подписывайтесь. Да, кажется Юляшка попал в сети НТВшников. Придется возвращаться. Хайф. Ну, это поймать антонтаж. Есть из-за повода допинг, но получить какой-то пайф или аргеналин. Кажется, получает у кого-то почему-то. Кто-то от съемок. Без виз. Без виз? Да. У меня только одна ассоциация, это с визовым режимом. И харассмент. Тоже не знаю. По-другому это называется домогательство. Что это? Приставание, наверное. И последнее слово – криптовалюта. Сейчас это актуально. Ставят на бирже, по-моему. Но сканально не изучала, не могу вам ответить. Все, спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Вот это все выглядит у нас. Сейчас очень красиво. Здесь у нас Россия. Там музейная выставка, да, у нас. Здесь вот как раз вот ракета. И вот горка вот большая. Сейчас попробуем, может быть, даже добраться вот до этой горки. Одно из самых лучших, по-моему, возле павильона «Космос». Вот на таких вот подушечках можно кататься. Вот. Но сегодня, походу, тепло. Из-за этого что-то я не вижу никакой движухи. Ну, а так оттуда, говорят, очень потрясающий вид открывается. На все вот эти вот павильоны. Сейчас Москваревым очутим атмосферу океана или моря, как хотите. Настю рыбку не увидели. Ну, хотя бы вживую, настоящую рыбку увидим. Ё-мо-й-мо. М-м-м-м. 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 М-м-м. Ну вот, в общем-то, находимся на Пушкинской площади. Вырвались наконец-то в центр, сдолпались ходить, короче, поэтому ВДНХ, ну, с Алексом Лысинами так не встретились, не встретились, не встретились, поэтому не получилось задать ему пару вопросов на тему кандидата-президента Российской Федерации. Вот, а здесь, в принципе, украшение такое новогоднее достаточно неплохое. Вот, путешествие в Рождество, елочка, так все наряжено красиво, инсталляция многомиллионная, тысяч огней, ну, вот, планета Пушкина. Ну вот, мы подошли к Сергею Есениеву памятничку здесь находимся. Пошли попить чайку пока. Шашлычок там стоит у нас сколько? Столько, то это дуримина. 150, по-моему, там какой-то остался и баранина, по-моему, 250 за 100 грамм, что ли? Я баранина не люблю. Честно говоря, короче, чай здесь, ребята, стоит от полтинника и с каким-то добавками, там, разнообразные малины, там и прочая фигня, будет стоить 150 рублей. Ну, на этом мы заканчиваем. Всех с наступающим Новым Годом. Попозже неиссякаемой энергии. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok